приветствую всех дорогие зрители и подписчики моего канала с вами владимир и мы продолжаем проходить европу не писались 4 за венецию так я тут готов был уже армию чтобы напасть на грузию и забрать ее себе претензии я скрипал пару годиков я еще внезаписи промотал мы присоединяем также османскую империю короче турки наши будут думаю турецкая культура станет принятой ну и буду думать дальше может крым перемирие с нами закончилась то можно на венгрию попробовать напасть кстати воюет ты и поддержит еще бавария не он ну вот можно на венгрию напасть опять опять втянуть втянуть войну россию и отобрать еще вот эти три провинции уже до пары так сказать ну и можно будет еще и в будущем может сказание воевать в принципе татарская культура можно крым немножко отдать пару провинций тут дешевые ну царицы не очень дешевые и астрахан еще торговые все волги торговый центр тут так но сейчас будем нападать на грузию у нее союзников нет те это провинция производит золото это уже проблема так объявляем войну до занять хорошо ребята все присоединились таким и бегом идем сюда не крестят даже провинцию так пожалуйста проходи на пятую скорость всем тут сколько может быть ух тышь ух тышь ух тышь ух тышь всего лишь может быть 27000 так пополам и вот это уйдет слишком уж подказ от развития флота так военные традиции увеличится морские на 20 уменьшится у нас военные принципе высокие морские не очень вообще будет нулевые какой эффект управления на торговлю блин не нельзя забывать о флоте не будем сильно резать мы все-таки морская держава это крем уже сунет сюда нету смысла идти мы и так возьмем так давайте может претензии скрипаем на венгрии на монтарию например конечно шестерочка базовый налог молдавию можно выделить если что молдавию молдавию можно было посвободить молдавию например захватить ее сделать вассалом потому что вот тут молдавии есть претензии тоже видите дорогая довольно таки провинция местное дворянство еще идет тоже местное дворянство традиции польши интересно какого черта они тут а национально считает 34 года туда пропадет модификатор ясно тогда лучше это провинции не брать так бывать и захватывайте мне еще нужно займ отдать закон о семье так давай пусть будет так сейчас мы вернем вот из тосканы нашего дипломата и подпишем мир полное присоединение в принципе не особо такие сверхоощрение на других повлияет агрессивка минус 6 только на россию а можно было б вассалом сделать вот у грузии есть где вот эти претензии вот картли и мирелия ну вот троечка четверочка базовый на ух в принципе ничего такого страшного так что полное присоединение не морочимся отлично получили повод до войны с россией может даже тут забрасить претензию забрать себе дагестан почему бы и нет сейчас только национализирован провинцию за 60 админочков хотя можно было покрестить это кто такие османские дворяне ну давайте бейте их нет дворяне разбили офигеть так что там у меня папа влияние три кардинала сразу обменял видите а тут четыре кардинала испании да круто снизу немножко скорость сейчас в этой мелодии оказывается есть название так когда нам займы выплачивать так 280 да 25 ну скоро ух ты ж фанатики суниты так какое-то снабжение 30 тысяч ну сейчас мы сходим туда с 22 или эти 22 думаю обменяем сейчас так Австрия выбрала Португалию своим соперником значит у нас есть союзник Португалия 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 с кем дружит с Англией и Францией в принципе можно было попробовать с Португалией союз и попробовать мочить Австрию как говорится Умур Том и Батька проще быта какие-то открытия а это где открылась так тут тут все Кастилия рубает Британь Англия бомбит во все и тут Англия ясно так что там тихо суниты получили по мазам да мы даже немного потеряли здесь кардинал наш продвинулся еще бы одного продвинуть все было бы хоккей этих ребят на кубонах заберем команду еще поставим ее тут в принципе идейка доступна сейчас военные вон на восстановление боевого духа но тут сейчас теху я возьму семнадцатую лучше так что там османы разобьют вот этих претензий то есть дворян это люди генерал хорошим вот двадцать шесть тысяч кто там водное препятствие разобьют так я могу выплатить заим да тихо доступно а мы здесь мощная тиска кавалерии и еще снабжение увеличилось вот лимит на 50% но следующее я вижу технология довольно таки серьезная новые новая кавалерия новая артиллерия ширина боевого построения маневренность призывной пункт так давайте тогда долг отдадим займ восстанавливается наши рекруты интересные франции боевые штанги и скандинавия а кто скандинавия в противниках польша австрия и у меня еще был вариант может сам подружиться чтобы проще было в будущем так фабрикуем претензии на фабрика на тимниш или на торрентау пусть будет на россии уже может фабриковать да на Дагестан пусть будет надо намер еле еще скрипать соединить будущем так маман хиджаз караку юного претензии тут триполи надо выделять сначала скормить барку а потом египетская культура еще такая себе на и такая дикие племена берберы что за роман амадебур убираем идет какая-то милушка такое верунда побережье чили дальше начинают кровать и тут я вижу тоже испания уже все приватизировала массовое волнение увы кого-то придется сжечь и упала стабильность какое у нас задание а с караку юного находится в союзе награда какая я не заключил союз да ну ка пока отменим вот эту фабрикацию этой претензии попробуем улучшить отношения заключить союз и разрыв так как-то забыл майн спустит похода пожалуйста так так отношения улучшим отношения испании чего ты там хочешь еще ухтэш вот это войнушка богемия начала войну или нет а польша воюет за майнское наследствие испанию я не пропущу россия видно в союзе с богимию вот сейчас будет войнушка хорошим так союзы там франция может тоже где-то посуетиться так это уже тут открывается данного ага южная америка так хорошо пусть повоюют так богемия конечно же пропускаем так брауншвейх да ильеш пропускаем пусть посылает их но австрия получит по мозгам хорошо сейчас на них напасть подсуетиться то есть повод для войны с россией так это ж не сирийская территория так молоке сделать претензии так на иудею хорошо побережье перу уже открыли но тут еще не колонизировано да но французы тут конечно понемножку продвигается вот сюда только медленно может они вот тут куда-то туда залазит не видно сильно залазили куда-то тут француза не видно это все хиджас че себе персию хава и казань да россия тут дальше растет туда ну конечно их казань хорошо подрезала так восстание подняли не водники так какую армию перекинуть туда это что тут у нас пустальные горы осман вряд ли пойдет решать вопросы наши но у меня тут есть плотилия которая может перекинуть армию довольно таки быстро так соединяем на кораблике кораблики всеноп так хорошо это уже инков открыли вот тут уже наверно тоже кастилья лезет вот там ну сейчас инков скушают стандартное событие так давай 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 есть а тут о тут уже мы можем пройти даже с 4 с 4 хорошо в этих провинциях можем пройти так тут ну 3 31 тысячи 3 4 но обычно вот тут маленькое снабжение 44 44 тысячи это мы можем иметь армии да проходной лимит 44 надо смотреть так тут 54 54 54 49 93 а сюда 44 принципе пойдет да 46 40 37 вот черкесии черкесия в принципе еще так-сяк полная армия это суперисер 40 тысяч можно рассчитывать значит у нас 35 есть ну тут еще нет так так а тут сколько 59 64 40 тысяч можно делать спокойно мы сможем нормально ходить по своим территориям да да вот франция лезет не знаю кто наверно кастиль так значит тут мы можем пройти даже да через силос через силос силос идем вот так вот на гости бесполезное развитие армии нет лучше престижем пожертвования армия не бесполезно развивается не надо неправду что тут наши как там потеряли тысячу почти две тысячи возвращаемся панамский залив открылся уже а тут франция так и как тут богними воюет а майнс на чьей стороне на стороне богними да поляки вот захотели себе взять майнс давай угу а испания подвезет войска по морю но это и сильно не поможет так и скоро уже будет присоединение осман загружаем в Абхазию сколько там в Абхазии есть снабжение 52 тысячи так значит 3000 нужно тут 18 6 11 2 2 арт в Абхазии сюда нужно сейчас пусть будет так что у нас инфляция в Абхазии вроде стоит а мы еще не национализировали какую провинцию сейчас когда получим золотую то блин пойдет инфляция постоянно в плюс без экономических идей это остановить фактически невозможно сколько тут еще осталось 10 ноября думаю какие то восстания возможно Таду Куандир Черкесия Вебера кто у нас дипломат был ну давай военного возьмем возьмем военного немножко очки военные подженем в принципе так будет нормально пусть немножко падает сразу снимает у нас было плюс 11 так на Гуагуат с Алжиром потеряли повод ну давай с кем Алжир воюет с Марокко блин в Марокко ну что ж тут опять опять скушает Марокко только зря очки потратил на них в конце в конце еще и ждет так ну давай назад на Кремона так еще что тут кажется хорошо открывается хорошо открывается так значит тут одну кавалерию надо еще сделать 107 тысяч у нас максимум рекрутов вену уже захватывает вену уже захватывает майнс молоча все сто процентов подсветится только закончится война против боями и Австрии как Франция нападет скорее всего на Испанию или на Австрию но суть как важно можно конечно напасть на Россию но пока не буду этого делать так можно отозвать уже и наконец-то выполнить задание революция в земледелии так давай новый поднимем так давай продолжим военный связь так есть 25 дипучков получили так улучшить защиту провинции Эмерики да мы этим обязательно займемся это очень важное задание самое главное военной традиции даст там полярные так и у нас пойдет инфляция сейчас наверное сейчас посмотрим по экономике так давай 7 декабря возможно будет вот так минус 64 да прилично так и смотрим экономику ну давай наконец месяц сейчас посмотрим золотая провинция не дает нас уже инфляции раньше помню что было такое удивительно так что за торговля идет у нас небольшая торговля к сожалению ну ничего со временем увеличил феррару присоединяйте надо улучшать отношения присоединяйте так предложение торговца по имени так денежки для республиканских традиций блин они тоже добываются нет нету дипломата ну вот эффективность торговли можно взять из 10 из денежка накопиться от уже франция смотри как она вклинилась технично молодцы наверное испания чан-чан да так нам марокко сейчас кушают барини рыбает вон 50% так и османы когда июне 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 да ну-ка немножко ускорим так республиканские традиции уменьшились престиж увеличился бамбуки всего африканские и нам тут крестить сейчас смотрите сколько надо давай все листы православных суницких куча прыганцев так второго корабли есть надо их будет с вот этими свести сейчас так что это тут еще три голиаса отправим их вот сюда тут есть пару пауков тут есть это что такое чин колес всегда так каравалка тоже сюда где еще были значит тут можно уже не ими не нанимать этих 35 тысяч сейчас можно будет добить так этими войсками так и мы по идее по торговле должны вырасти и 13 процентов стало но пока один процент пять процентов шестьдесят тридцать один по производству мы должны вырасти если так уже брать турецкая культура воспринята отлично вот что за ход брик так устаревшие брик это транспорт не нужен так это старые топлив их новенькие сейчас будем смотреть какой у нас лимит фото нормально можно может быть так так вот этих соединяем и отправляем торговать в регузу так сколько у нас там сейчас 30 37 будет так прилично денег уходит надо в этом регионе отстроить рынки или что еще можно отстроить вообще застроить по максимуму саленто принадлежит к венцианскому торговому да ясно так что вот так вот маны уже наши минус 13 почему так много сейчас должно быть содержание армии у нас же вроде бы нормальная армия в принципе столько провинций прибавилось еще турецкая культура принята уже и минус почему-то у нас на армию хоть дохренища не не а они же еще нам прибыль давали классау чей флот увеличился блин да надо будет думать сейчас как выходить из этого положения потому что довольно таки серьезные минус мы получили для плюс не пошла производство тоже так налогом обложим черкесию ну ладно разберемся а пока всем спасибо за просмотр если понравилось не забывайте ставить пальцы вверх и до встречи в следующей серии всем пока